Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик, и сегодня я хочу вам рассказать о своей новой консоли в коллекции. Это консоль Nintendo Wii. Хочу сказать сразу, что консоль я купил недавно и не имею никакого опыта обращения с данной консолью, поэтому данный ролик не будет являться обзором на Nintendo Wii. Я просто хочу рассказать вам о своих первых впечатлениях от этой консоли и, по сути, показать, что было в комплекте вместе с ней. Комплект у данной консоли оказался довольно-таки очень богатым. Купил я ее уже вот в такой вот картонной коробке. По сути, это внутренняя часть от оригинальной коробки от Nintendo Wii. Жалко, что не сохранилась полноценная коробка, а только ее внутренности. Ну и давайте пробежимся чисто по комплекту, что было с данной консолью, и постепенно буду рассказывать вообще о покупке данной консоли. Чтобы сразу убрать ненужные вещи со стола, покажу, что в комплекте, соответственно, это был блок питания. Консоль Павловского региона, поэтому блок питания под наши розетки, то есть вилка европейская. Также в комплекте был стандартный AV-кабель. Можно сразу сделать небольшую остановочку и задержаться на этом моменте. В самой консоли Nintendo Wii нету HDMI-выхода сзади, как у других конкурентов Xbox 360 или PlayStation 3. Поэтому подключить ее можно к телевизору только по AV-кабелю, либо по компонентному кабелю. Других способов вывода видеосигнала данная консоль, к сожалению, не имеет. Сама консоль, это уже шестая консоль от Nintendo в моей коллекции будет. Вообще, в своей жизни до покупки данной консоли я с Nintendo Wii никогда не сталкивался. Я только слышал про эту консоль, имел какое-то общее представление, но никогда вживую я даже их не видел. Данных консолей никогда не было у моих друзей. Все либо имели PlayStation 3, либо Xbox 360. Поэтому для меня это темная лошадка, про которую я вообще ничего не знаю. О самой консоли поговорим немножечко позже. Сразу, чтобы убрать коробку со стола, стоит пробежаться по бумажкам, которые были здесь в комплекте. Здесь вот такая вот куча всякой макулатуры. Это еще не все. Еще вот какая-то макулатура. Я даже не знаю, что все это. Можно сейчас быстро посмотреть. Так, здесь меры предосторожности. Так, руководство пользователя. Что очень удивительно, руководство пользователя абсолютно все на русском языке. То есть я могу сделать вывод, что официально консоль Nintendo Wii в России продавалась. Какая-то брошюрка, я так понимаю, с рекламой. Да, здесь реклама Wii Fit, Wii Music. Да, и, короче, здесь игры Mario Kart Wii, Football Pass 2009, Pro Evolution Soccer, Super Smash Bros. Fighting, Super Mario Galaxy. Ну, короче, здесь рекламный буклет с играми The Legend of Zelda Twilight Princess, Big Brain Academy. И Animal Crossing. Так, следующая вот такая большая бумажка. Это предупреждение о транспортировке и прочее-прочее. Ничего интересного. Так, карточка Nintendo Club с кодом, который уже недействителен, так как Nintendo Club не существует. Так, идем дальше по бумажкам. Тоже какая-то инструкция, в данном случае уже не на русском. Ну, и здесь рассказывается про все подключения AV кабеля, сенсор-бара, блок питания и т.д. и т.п. Тоже ничего интересного. Еще одна инструкция. Такая же самая, как и была на русском языке, только более толстая. И здесь уже все остальные языки, кроме русского. Так, еще один мануал. А это мануал, кстати, уже не про консоль. А о чем этот мануал? А, channels setting. Я уже консоль запускал, и я понял, что у нее менюшка, она представлена в виде сетки каналов. Так, ну, еще в коробке были вот такие огромные, прям громадные, я бы сказал, инструкции. Эти инструкции, как я понимаю, они, да, рассказывают про обращение с джойстиками приставки. Я, кстати, до сих пор путаю названия всех геймпадов, о них я поговорю позже, но я себе в блокнотике сделал небольшую выписку, чтобы названия не путать, потому что названий здесь уникальных очень много. Так вот, вот эта штука называется V-Remote. И вот эта огромная макулатура объясняет пользование V-Remote. А тут же еще и про сам контроллер прошлый рассказывается. Вот, как вставлять батарейки и т.д. и т.п. И вторая бумажка такая же огромная. Ну, и тут все то же самое, только на других языках. Так, ну и в комплекте с консолью, давайте я сначала покажу сам V-Remote. Это вот такой геймпад. Изначально консоль Nintendo Wii стала прародительницей всех типов управления 3D, конечно, когда мы можем руками, именно движением руки, управлять курсором в игре. И вот сам геймпад V-Remote это позволяет. В комплекте есть шнурок, который можно одеть на руку, для того, чтобы, если что, геймпад у нас не вылетел из руки во время случайного взмаха. Сам геймпад одет в силиконовую оболочку. Обратно для того, чтобы, если обо что-то ударить, то это бы удар гасился об силикон. Потому что силикон прям настолько толстый. Кажется, что он внутри даже завоздушенный какой-то, прям очень мягкий. То есть, если геймпадом обо что-то ударить, с геймпадом ничего не случится. И с той вещью, по которой вы ударите, скорее всего, тоже ничего не произойдет, если это что-то не супер хрупкое будет. Вот. Ну давайте к геймпадам тоже вернемся попозже, потому что в комплекте их здесь не один геймпад. Давайте сначала поговорим все-таки о самой консоли. Так, сама консолечка. Она вот у меня в таком черном исполнении. Консоль сама по себе очень интересная. На лицевой стороне вот эти вот крышки. Единственное, что боковые постоянно открываются. Они никак не фиксируются. Но это тоже позже о них поговорим. На лицевой стороне находится дисковод, кнопка Eject, выброс диска из консоли, кнопка питания и кнопка перезагрузки. Также еще находится отсек, куда можно вставить SD-шную карточку. Вот эту SD-шную карточку уже я сам вставил отдельно в консоль. То есть, это моя SD-шная карточка, ее в комплекте с консоли не было. Для чего они используются? Для расширения памяти самой консоли. И сейчас умельцы с помощью вот этих SD-шных карточек заливают специальное программное обеспечение на консоль, для того, чтобы ее можно было взломать и залить сторонние игры. Ну и также еще под этой заглушкой находится оранжевая кнопка. На ней написано кнопка Sync. Я так понимаю, это кнопка синхронизации с самими V-ремоутами. Что мне у этой консоли очень сильно понравилось? Это лицевая сторона консоли Nintendo V. Но здесь, с другого края, находятся вот такие два отсека. И сразу, я думаю, знатоки поймут, для чего нужны вот эти порты. Как вы видите, здесь четыре порта, куда можно подключить геймпады от прошлой консоли Nintendo. Это консоль Nintendo GameCube. И также здесь находятся слоты под две карты памяти самого GameCube. Я на эту тему погуглил, и на самом деле в консоли Nintendo V встроено железо консоли Nintendo GameCube. То есть здесь имеется полноценное железо GameCube, имеются все нужные порты, которые были в самом же GameCube. То есть, по сути, Nintendo V заменяет собой консоль прошлого поколения Nintendo GameCube. Потом, с другой стороны, соответственно, здесь резиновые ножки. Снизу тоже резиновые ножки. Ну и сзади разъемы. Два USB разъема, AV-выход, разъем блока питания и разъем сенсор-бара. Сама консоль интересна и примечательна тем, что может стоять в двух положениях. То есть вы можете ее положить горизонтально, либо же ее можно поставить вертикально. Причем для того, чтобы установить вертикально, на многих фотографиях, если вы сейчас наберете в интернете Nintendo V, будет видно, что консоль стоит вот в таком приподнятом состоянии, потому что еще в комплекте, я не знаю, подставка для Nintendo V должна была быть в комплекте самой консоли, либо она продавалась отдельно. Этого я не знаю. В моем комплекте подставки для Nintendo V нет, поэтому я бы хотел ее найти. Мне нравится вот именно, когда консоль стоит вертикально, и причем не в стандартном положении, а когда она немножко приподнята. Зрительно создается впечатление какой-то неправильной пирамиды. И это выглядит довольно-таки очень красиво, на мой взгляд. Поэтому, если у кого-то есть лишняя подставка от Nintendo V, приму в дар. Ну, вообще, по-нормальному, конечно, я уже посмотрел подставки на Nintendo V. Их нигде в продаже нету, к сожалению. То есть, странно, что те же самые китайцы не заморачиваются выпуском подставок для Nintendo V, потому что это просто обычная пластиковая подставка, которую можно спокойно распечатать даже на 3D-принтере. В принципе, вот такая консолечка. Сама консоль очень маленькая по размерам. То есть, по сравнению с другими консолями, наверное, это самая маленькая консоль в моей коллекции. Ну, не самая маленькая, но я бы ее, кстати, сравнил по размерам с PlayStation 1 Slim. И если посмотреть, ну, Nintendo V будет чуточку больше по границам, чем PlayStation 1 Slim. В плане толщины, ну, тоже Nintendo V будет, наверное, чуть-чуточку потолще. Но размеры у Nintendo V по сравнению с тем же самым Xbox 360 либо PlayStation 3, которая вообще громадина лютая, то это самая маленькая консоль в своем поколении. Так, ну и давайте теперь перейдем к геймпадам. В комплекте с консолью мне отдали вот такой вот белый геймпад V-Remote. Так как консоль черная, то логично предположить, что этот геймпад, он не был в комплекте с самой консоли в продаже. А геймпад уже, скорее всего, человек, который мне продал эту консоль, докупил отдельно. Почему я начал именно с белого геймпада? У меня есть в комплекте еще и черный геймпад, который родной от самой консоли. Но если вы посмотрите, то черный V-Remote по высоте больше, чем белый V-Remote. Люди, которые знают про консоль Nintendo Wii, уже догадаются, что здесь еще вставлена одна дополнительная штука. Давайте я все геймпады достану из силиконовых чехлов, чтобы можно было зрительно вам показать один момент. То есть вот он, сам V-Remote, беленький. Причем, кстати, геймпады работают от двух батареек формата AA. И насчет черного геймпада. В комплекте есть вот такая силиконовая насадка черная, которая, если вы обратите внимание, тоже по размеру маленькая. Тут очень богатый комплект у этой консоли выдался. Вот я сейчас снимаю черную силиконовую насадку. и смотрите, я вынул сам V-Remote и он по размеру оказывается такой же, как и белый. Абсолютно. Но почему же тогда силиконовый чехол такой длинный? Хотя родной чехол силиконовый он как раз таки предназначен именно был для комплектного V-Remote, вот такой маленький. А все потому, что Nintendo со временем к самому V-Remote выпустила дополнительный аддон, который скрывается в этом чехле. Давайте я даже, наверное, этот аддон достану визуально показать. Этот аддон называется где мой волшебный блокнотик со всеми заметками V-Motion Plus он называется. То есть, это вот такая штучка, в которую дополнительно встроен акселерометр и гироскоп для более точного позиционирования в 3D-играх самого V-Remote в пространстве. И вот с помощью такого дополнительного аддона, который стыкуется с V-Remote снизу, получается новый, по сути, геймпад. В будущем я знаю, что производились вообще геймпады другого типа, где V-Motion Plus он уже был изначально встроен в V-Remote и сами геймпады они вот были такие же самые коротенькие и снизу была надпись получается V-Motion Plus. То есть в будущем стали Nintendo выпускать уже объединенные вот такие геймпады V-Remote с V-Motion Plus. Ну и соответственно также еще есть нунчак тоже черный комплектный. Я так понимаю, что черный нунчак он и был в комплекте с самой консолью, хотя я не знаю, продавались ли нунчаки в комплекте с консолями, либо их надо было докупать отдельно. в общем это такой аксессуар, который по проводу объединяется с V-Remote здесь можно снизу подключить V-Remote с нунчаком и я так понимаю нунчак назван нунчаком только по одной банальной причине потому что сама вот эта вся связка она похожа на японское оружие нунчаки. и в более сложных играх где требуется полноценное управление у нас на нунчаке находится стандартный джойстик две кнопки и соответственно можно в каких-то играх вот таким образом играть. Так, что касается самого геймпада его эргономика получается когда мы играем именно V-Remote непосредственно как задумывали это разработчики данного геймпада то мы его должны держать в руках таким образом и здесь есть под указательный палец кнопка B которая нажимается как курок на лицевой стороне сверху находится креста V на кнопку A кнопка домой кнопка минус плюс кстати именно по-моему с Nintendo V пошли кнопки минус плюс которые заменили стандартные кнопки селект и старт потому что на свече сейчас используются кнопки минус плюс и также еще находятся кнопки 1 и 2 и геймпад по сути сам V-remote им можно пользоваться в двух режимах стандартный режим когда мы там что-то управляем что-то делаем то есть у нас удобно находится указательный палец на кнопки на кнопке большой палец находится на кнопке A сверху то есть вот можно таким образом играть либо мы можем перевернуть V-remote и держать его как обычный джойстик у нас левая рука ложится большой палец на крестовину а правая рука большой палец ложится на кнопке 1 и 2 то есть по сути он превращается в стандартный геймпад от консоли Nintendo Famicom либо от Dendy там было тоже всего лишь только ну в плане управления было всего лишь только 6 кнопок то есть 4 кнопки это крестовина и 2 кнопки A и B в данном случае вместо кнопок A и B это кнопки 1 и 2 а так если вы обратите внимание то V-remote в таком положении дублирует управление стандартной Famicom консоли так ну и в принципе в плане комплекта самой консоли это все к играм мы перейдем с вами чуть-чуть позже многие скажут и заметят сейчас что в комплекте с консолью я не показал такое устройство как сенсор бар да сенсор бар в комплекте с этой консолью не шел я не знаю что стало с оригинальным сенсор баром который был в комплекте здесь но продавец сказал что его нету то есть либо потерялся либо сломался потому что консоль это сына человека который мне ее продал но сенсор бар я уже докупил себе к сожалению не оригинальный то есть сенсор бар сам устанавливается на телевизор подключается к консоли Nintendo Wii и в сенсор баре встроены инфракрасные порты и если вы посмотрите в Wii Remote тоже есть инфракрасный порт и именно считывание геймпада в пространстве происходит через инфракрасный порт теперь давайте перейдем к играм первая игра это Wii Sports я точнее даже не знаю мне кажется скорее всего Wii Sports он был тоже в комплекте с консолью это вот такой вот диск в картонном холдере диски кстати в хорошем состоянии мы сегодня на них еще посмотрим на сами эти игры то есть Wii Sports это банальный сборник который демонстрирует возможности Wii Remote и здесь заложены такие мини-игры как бокс гольф боулинг теннис и что-то там еще и вот от Wii Sports в комплекте еще бумажки есть код для Nintendo Club и вот такой вот мануальчик от самого Wii Sports который рассказывает как играть вообще во все это дело неудобно сделано что Wii Sports идет в таком картонном холдере а бумажки от него идут отдельно то есть хотелось бы чтобы это был стандартный DVD-бокс чтобы это можно было все вместе хранить на полке так сейчас на полке я храню просто картонный холдер а вот бумажки я храню в коробке от самой консоли Nintendo Wii дальше следующая игра которая была в комплекте это игра Wii Sports Resort вы спросите а в чем в чем же разница с обычным Wii Sports разница в том что Wii Sports Resort он поставлялся как я лично понимаю в комплекте именно с тем самым Wii Motion Plus которым строен дополнительный акселерометр и гироскоп то есть когда выпустили вот этот Wii Motion Plus для того чтобы показать его возможности выпустили обновленный Wii Sports Resort в котором по сути какие-то игры те же самые какие-то игры нет тут есть стрельба из лука метание ядра серфинг бой на мечах вот какие-то игры наверное повторяют игры из оригинальной Wii Sports но именно благодаря Wii Motion Plus управление в этих играх стало более комфортное удобное я так понимаю и так далее ну и соответственно тоже в комплекте идет код для Nintendo Club от Wii Sports и вот такой мануал обратно же мануал идет отдельно от игры что на полке хранить не совсем удобно и изюминка на торте которую я специально ждал до сегодняшней до сегодняшнего так сказать не обзора все-таки я не могу назвать это еще раз обзором это реально это мои первые впечатления от консоли Nintendo Wii мы еще сегодня в нее успеем поиграть хотя я наверное тут уже и так наговорил на полчаса в комплекте продается мне еще дал игру Wii Play я не знаю что это за игра но судя по обложке тут тоже сборник каких-то мини-игр типа бильярд пинг-понг рыбалка доить корову и что-то все в таком духе там танчики какие-то судя по обложке самой и как интересный бонус игра полностью силдовая она в пленке я не стал ее распечатывать для того чтобы сделать так сказать хоть какой-то анбоксинг полноценный в этом видео то есть я предлагаю распаковать игру сейчас вместе с вами вуаля под рукой были недалеко ножницы вот мы лишаем силдовую игру ее девственности так сказать опа то есть первое вскрытие данной коробки у нее даже пластик еще пахнет заводом потому что я открыл прям кейс прям такой пошел запах пластика мне кстати нравятся вот эти белые кейсы DVD у Nintendo Wii они довольно таки красиво смотрятся на мой взгляд так ну и здесь бумажки еще один код для Nintendo Club у меня их уже собираются дофига и ни один из них нельзя активировать так еще одна какая-то инструкция все на английском но я так понимаю здесь типа предостережения какие-то еще одна реклама кстати реклама уже такая был буклетик я уже в начале показывал и сам мануал к игре Vplay ну здесь рассказывается как нончаки одеть что типа теле ну и как играть во все остальные игры то есть рыбалка есть кстати какая-то игра а что это за игра свиминг я так понимаю плавание что ли или нет типа плавать надо геймпад вот таким образом держать и что-то с ним тут делать в общем надо это все тоже открыть посмотреть поиграть с вами сейчас ну вот в комплекте с консолью шли вот эти три игры Vsports Vsports Resort и игра Vplay сама консоль по себе она не прошитая не чипованная пиратку на ней запустить нельзя но не зря я поэтому в начале ролика уже упомянул что я вставил в приставку карточку SD я собираюсь эту консоль прочиповать ну не прочиповать а прошить получается хотя даже по-моему это не прошивка это просто установка дополнительного софта то есть сама по-моему гарантия как бы там не особо точнее родная прошивка приставки страдает хотя точно не знаю не буду сейчас говорить а не то в комментариях скажут дурак показывает консоль и ничего про нее не знает хотя так на самом деле и есть то есть на вот эту карточку microSD устанавливается специальный софт который потом устанавливается на консоль и позволяет запускать игры с флешки вот я хочу в будущем сделать как раз таки ролик именно про прошивку данной консоли надеюсь что этот ролик будет всем интересен теперь предлагаю подсоединить консоль к телевизору и по-быстрому посмотреть на игры которые шли в комплекте вместе с ней и вообще составить полноценное уже впечатление первое об данной консоли игром так первой игрой что мы попробуем это будет игра v-sports resort я не буду запускать отдельно v-sports потому потому что я посмотрел уже многие игры дублируются и повторяются поэтому мне проще поиграть v-sports resort чтобы показать именно уже так сказать улучшенные игры с v-motion плюс ну давайте по классике наденем ремешок на руку причем как нам это даже показывает сама Nintendo в предупреждении пропустить так press A and B together то есть нажмите A и B вместе так ну теперь во что мы поиграем в такое так swordplay что-то непонятно а там драки на мячах wakeboarding frisbee или тарелочки вот лук я хочу попробовать с лука пострелять нам кстати говорят что надо использовать v-remote и нучак тоже поэтому я сразу беру нучак подключаю его к ремоту ну короче я думаю походу разберемся я так понимаю что надо будет как-то вот так вот делать сейчас если это стрельба и звука ой да главное руками ничего лишнего не задевать A зажал окей что дальше hold A to rise your bow а типа зажать кнопку A hold Z зажать Z на мячаке и отпустить Z для того чтобы выстрелить ну что-то даже прикольно на мой взгляд единственное что у меня вебка падает сейчас я ее попробую поправить в спартанских условиях приходится это снимать потому что надо играть стоя не как на стриме стандартно так мне понравилось еще раз хочу а что так высоко надо изначально правильно поставить руки перед тем как A зажимать потому что я походу A вот в таком положении зажал а вот мы же можем по сути ворочать лук то есть надо изначально зажать правильно A зажать Z ну я прям все время в одной тоже стреляю 10 очков ну вот такая игра с луком мне интересно боулинг попробовать я люблю боулинг start end и B одновременно зажать так как бросать шары скажите мне так на крестовину можно сделать позиционирование что значит свитч непонятно он переключает между позицией и direction пока не понимаю в чем логика но пусть будет так что дальше так как бросать а вот press B before you start use winning and release it is you roll the ball типа ok короче отпустить B надо будет в тот момент когда я бросаю шар а во во что так ну нормально для первого раза нормально нам надо в центр аккуратненько бросить о уже лучше давайте еще попыточку надо страйк выбить по любасу надо выбить страйк это страйк есть я научился в это играть давайте еще теннис интересно глянуть последняя третья игра и я хочу попробовать вон тот силдовый диск что мы с вами распаковали что-то там за игры потому что с виспортом понятно тут все спортивные соревнования так тейбл теннис настольный теннис боюсь сейчас микрофон шибу нахуй о что-то получается даже хим а да блин не в ту сторону надо было не с левой стороны а с правой стороны бить а он кстати да он реагирует с какой стороны бьешь либо слева направо либо справа налево он это все учитывает то есть это не простая палка которую надо махать здесь надо реально еще думать прикольно а блин надо было слева я заигрался я замахал верим о там посмотрел как реакетка реагирует в руке аватара то есть то есть можно реально а блин надо было с правой так я хочу его победить тут еще кстати резкие движения тоже работают можно либо так аккуратненько сделать либо прям так блин сильный градусы взял тут прям нравится что градусы они прям чувствуются и у меня кстати опять вебка начинает падать потихоньку ну ладно да блин аба с левой стороны в теннисе посложнее тут оно прям реально учитывает все положения да блин ну не с правой же стороны все лепка моя продолжение ну в теннис я проиграл ладно теннис кстати интересный тут гораздо сложнее потому что учитывается позиционируя откуда бьешь слева направо справа налево градус тоже учитывается как ракетку держишь учитывается сила удара то есть тут прям приближенно к настоящему теннису понятное дело что он чувство настоящего тенниса не передаст но сама игра в этом плане она очень сильно пытается все тонкости настоящей игры учитывать поэтому классно давайте мы сейчас с вами поставим диск виплей и посмотрим что это за игра я так понимаю здесь около спортивных тоже что-то будет но вот в эту игру я сейчас вообще впервые запустил прям на ваших глазах до этого я даже не знал что это такое так здесь я так понимаю какая-то стрельба по каким-то вещам а им да остальное типа закрыто что ли или нет а что-то там не показываются да остальные закрыты надо типа сначала стрельбу выбрать только жалко но на ванту свитч была такая же самая штука вначале были а это крисет это дакхант это утки из дакханта слушайте это дакхант а собака здесь тоже будет а нет пока что это просто стандартный тир я кстати сейчас немножечко промахивался посмотрел не на старый свой телек лтшный которому консоль подключена посмотрел именно на карту захвата на жп телек а там задержка я так понимаю в свой фейс мне нельзя стрелять во всяком случае игры нинтендо учат тому что в людей нельзя стрелять ну блин конечно стандартный пистолет на нинтендо был бы в этом плане круче потому что я здесь вижу сам курсор на экране и я по сути не должен целиться как стандартным пистолетом в экран а здесь гораздо проще все одним выстрелом для тарелки я хочу утку подстелить так левел 4 а типа не дать банки на землю упасть логика давайте попробуем утку из дакханта подстрелить о одну утку подстрелили то есть отсылка реально к дакханту на famicom на nes она дэнди российских реалиях так а типа второй уровень открылся и так надо все уровни проходить ну блин я хочу все сразу давайте еще одну глянем наверное и будем на сегодня заканчивать может быть когда-нибудь кстати можно знаете будет nintendo v погамать на дне рождении канала который будет 18 марта так press beat to check the goal чего мне надо голову выбрать а какую я не понял логику 0 очков что делать надо голову что-то взорвать так find найдите две одинаковых а так это вот это а и все две одинаковых найти лол я то думал что сложнее будет так что я не вижу прически одинаковые вот ну вот они ну вот игра такая чисто на внимательность так 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 что-то как-то здесь сложно уже по-моему вот и вот нет нет это потому что людям хотелось чего-то свежего в плане игр даже не в плане самих игр а в плане управления что ли то есть каких-то таких новинок новых ощущений от игр и вот как раз таки нинтендо с помощью своих геймпадов в ремот дала людям мошен управление что было вообще лютой новинкой в то время и поэтому консоль наверное продалась таким безумным пирожом потому что нинтендо сама компания она всегда является первооткрывателем потому что когда нинтендо выпустила в ремот у playstation потом позже появились ps move тоже такие же подобные штуки для мошен управления xbox потом придумал xbox kinect это камера которая считывает движение человека но все пошло именно с вот этого самого геймпада в ремот если бы мне кажется нинтендо вот эту штуку бы не придумали и не побили бы всех своих конкурентов в плане продаж по всему миру то хрен бы сони придумали свою ps move а xbox хрен бы свой kinect придумал поэтому в данном случае для меня консоль нинтендо V она легендарная потому что это первооткрыватель нового игрового опыта на рынке и причем уникального опыта который зашел всем людям и этот опыт сейчас мы можем прослеживать везде если взять тот же самый switch те же самые joycon они по сути имитируют те же самые V-remote если вам понравился этот ролик то ставьте свои большие пальцы вверх не забываем подписываться на нашу группу вконтакте ссылка на нее находится в описании там периодически я выкладываю интересные новости недавно кстати я поблагодарил там всех людей кто донатами помог мне купить эту консоль та часть средств которые вы задонатили мне на стримах она ушла именно на покупку данной консоли поэтому я уже выразил отдельное спасибо всем своей группе вконтакте поэтому не забываем на нее тоже подписываться и до новых встреч всем пока